Всем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы на волне мюзикла Балл Вампиров попытаемся сделать макияж, который сможет пройти в приложении Запар Как раз таки с обновлением Балл Вампиров Ну это типа там масочки накладываются, если открываешь рот, у тебя выскакивают такие зубы вампирские Давайте начнем Я как обычно не накрашена, поэтому я беру вот такую базу от Тони Молли Если я куда-то выхожу или что-то наношу на лицо, я обычно пользуюсь вот этой вот базой как раз таки потому, что у меня на левой щеке шрама, она его отлично перекрывает Большая часть видео, кстати, может быть без звука, потому что у меня, у кошек началось весеннее обострение, они орут жутко Если кто еще не понял, сегодня мы будем создавать такой образ-свамп Ну, чтобы вписаться и нам поставили лайки, да Далее я, пожалуй, возьму вот эти вот корректоры с Алиэкспресса, чтобы хотя бы их протестить и понять, могу ли я ими пользоваться Ну а перед этим я нанесу немножко зеленого вот этого на лицо для того, чтобы создать эффект бледной кожи В области, где больше всего покраснений, я наношу жирнее этот зеленый корректор И как вы видите, мое лицо стало гораздо бледнее И когда мы добились эффекта этой бледной кожи, я думаю, стоит уже непосредственно контурировать Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И теперь давайте попробуем нанести тональное средство с того же Алиэкспресса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь, я думаю, нам стоит воспользоваться пудрой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На всякий случай мы попытаемся приклеить эти реснички, потому что любой образ лучше с ресницами. Для этого мы возьмем вот такие вот реснички. Признаюсь честно, у меня никогда не получается наклеить нормально накладные ресницы. Я не знаю, почему так. Я могу на них убить по полчаса, по часу, но все равно их наклеить у меня получается очень и очень криво. И я не знаю, в чем дело. Итак, как мы знаем по всяческим фильмам и сериалам, вампиры это ребята нездоровые, которые очень плохо спят. И от этого у них такие синячки под глазами, или они прячут их под смоки, смоки айс. А для этого давайте возьмем какой-нибудь красненький цвет. Вот скажем, вот этот вот. И нанесем его на зону бикини. И нанесем его на зону вокруг. На нижнее веко под ресницы. И под бровь. Как-то классический цвет вампира. Вампиризм вообще черный и красный, поэтому мы берем еще черненький. Я думаю, даже возьмем с блестками. После того, как мы тут растушевали. Ну, более-менее растушевали, это еще не все. Мы можем нанести еще вот такой вот прекрасный золотистый цвет на внутренний уголок глаза. Вот нечто такое у нас получается. Далее я возьму серый карандаш. Вам не рекомендую взять какой-нибудь коричневый или черный, ну, по цвету волос как бы. И рисую брови. Как вы можете заметить, левая бровь у меня, как всегда, получается не очень. Затем берем мы черный карандаш и подводим глаза и рисуем стрелки. Ну, стрелки вообще можно желательно подводкой, но я уже подводкой не смогу. У меня слишком огромные ресницы. Затем я беру щеточку для бровей и пытаюсь, короче говоря, их загладить, растушевать. Если честно, у меня это не очень получается, поэтому я просто беру тени в тон и наношу на брови. Нечто такое у нас получилось. Это тоже надо попытаться растушевать. Но я не уверена, что у меня получится, так как брови я себе вообще очень-очень редко рисую. Но я думаю, по мне заметно. Неровные края вы можете подправить корректором, либо тональником, и все у вас будет гуд. А мы переходим к губам. У меня все равно нет карандаша в тон губ, поэтому я просто возьму вот этот красный, который я обычно использую, чтобы подводить глаза. И нынче будем подводить им губы. Губы вампиров обычно такие большие, впухлые, соблазнительные. Поэтому мы будем их рисовать поверх нашего контура. И главное здесь не переборщить. То я себя знаю, я переборщу, как всегда. И теперь мы берем прекрасную помаду из Фикс Прайса, такого кровавого цвета, который называется Джен Мишель HD Liquid Lipstick. Мы делаем губы вот таким вот прекрасным вишневым цветом. И так как помада у нас не в том карандашу для губ, мы спокойно можем перекрыть этот карандаш для губ нашей помадой. Просто контур был им нащерчен исключительно ради ровности. Плюс мы подсмотрим такую фишечку, как добавление второй помады более тёмного цвета. У меня это чёрный. Он нам нужен, дабы наши губы казались ещё более пухлые, большие. Если у вас что-то пошло не так, и чёрная помада перекрывает ваш первый цвет, вы можете взять ваш первый цвет и немножечко снова его положить на губы, и попутно растушевывая, то, что у вас перекрыл чёрный. А теперь мы берём вот такую вот плоско-пушистую кисть и берём эти самые белые блестяшки. И вроде как нам их надо нанести на скулы. Но, если честно, у нас это не очень получается, поэтому мы просто берём чёрные тени и наносим их вот сюда. Типа как мы контуринг делали, но чёрные уже. Кажется, я знаю, в каком образе я пойду к сестре на свадьбу. И к этому всему мы ещё оденем вот такую кофточку, от которой у меня где-то было жабон, но я его не могу найти. И давайте же сделаем то, ради чего всё это делалось. И сейчас мы станем настоящими вампирами. Видимо, все наши старания были зря, но ничего. Мне кажется, этот образ и просто для фотосессий был бы неплох, если к нему сделать какой-нибудь паричок. И, собственно говоря, сами зубки. Ну и раз тут уже сделать ничего нельзя, то, если вам понравился этот образ, ставим лайки. Если нет дизлайки, пишите свои мнения в комментариях. Пишите, что бы вы хотели, что бы я сделала в следующий раз. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока!